Наверное, любой, кто родился и вырос в Советском Союзе, хоть раз дослышал песню о грустной канарейке. И еще бы, ведь именно под эту композицию выступал коллектив лицедеи со своим номером в ярко-желтых костюмах и с очком. По этому поводу сегодня мы решили поделиться с вами информацией о том, откуда же к нам пришла эта прекрасная композиция, а также история ее создания. Перед тем, как продолжить смотреть видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Оригинальную песню о канарейке написал итальянский композитор Винченцо Фьорино в 50-х годах, и она была предназначена американской артистки Дини Шор. Но любой внимательный слушатель спросит, а почему же канарейка грустная, а не голубая, как написано в названии. Дело в том, что так называли канарейку, которую шахтеры брали с собой под землю, чтобы обезопаситься от ядовитых испарений. И как бы нам не было грустно, восприимчивая птичка быстро погибала от ядовитого газа, тем самым показывая людям о том, что им надо скорее спасаться и подниматься на поверхность. Но в исполнении Дини Шор песня так и не стала популярной. Зато вот в европейских странах, наоборот, достигла статуса хита, пусть и в исполнении совсем других музыкантов. Особенно большую популярность эта песня обрела в исполнении Марисы Фердолиза и Карла Бутти. В странах же Советского Союза песню про грустную канарейку исполнили болгарские исполнители Мария Косева и Николай Томов. Именно под их выступление поставили свой номер лицедеи. Этот номер часто транслировался по центральному телевидению. Трое клоунов в ярко-желтых костюмов, один из которых с очком в руках постоянно подпрыгивает в нужных моментах песни. И хотя данное выступление совершенно не имело никакого отношения к содержанию песни, оно все равно пользовалось большой популярностью. Еще одним известным кавером на данную песню стало выступление японской певицы Идзуми Юкимуры в 80-х годах. Тогда ее исполнение также стало очень популярным. Прошло уже более 60 лет после написания песни о грустной канарейке, но она до сих пор остается любимой и популярной среди ценителей хорошей музыки и различных поколений слушателей. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, как вы относитесь к данному произведению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok